В начале октября этого года в культурном центре открылась новая из тех пор постоянно действующая экспозиция голограмм, принадлежавшая фрязинскому ученому, кандидату технических наук Валерию Ванину. Представленные коллекции голографических экспонатов переданы им в дар нашему городу. Среди прочих специалистов Валерий Александрович один из первых стоял у истоков создания и развития этого направления в стране. На сегодняшний день он является признанным экспертом в данной области. Мы разработали новый метод получения изобразительных голограмм, который тоже известен и признан во всем мире. Благодаря этому было сделано много изобразительных голограмм, которые фактически проехались по всему миру. Вот здесь представлена часть экспозиции. Мы договорились и заключили договор с администрацией города Фрязино о передаче моей коллекции голограмм в дар городу. На мероприятии Валерий Ванин представил доклад, в котором рассказал об открытии голографии, о людях, внесший существенный вклад в применение этого метода в различных областях науки и техники. Среди почетных гостей присутствовали глава города Владимир Ухалкин, генеральный директор завода Платан Виктор Кожевников, ведущий научный сотрудник этого предприятия Наум Сощин, заместитель генерального директора ФГУ НПП исток, почетный гражданин нашего города Иван Панас, руководитель дирекции Наукограда Анатолий Михальченков и другие. Вот совсем где-то месяц назад в издательстве вышла книга «Фрязинская школа электроники», вот она у Валерии Савченко здесь лежит, вот эта книга, в которой наконец мы ее издали, где собрана и история, и прошлое, и настоящее, и в известной степени будущее развитие науки нашего города. И здесь, кстати говоря, тоже в разделе оптоэлектроника и фотоника содержится тот материал, который будет, Валерия Савченко, который здесь будет отлагаться. Вот в целом все это, понимаете, как-то создает вот такой, значит, по сегодняшнему нашему разговору, такой достойный ареал вот этой темы самой, значит, и научного развития, и в частности, значит, вот развитие голографии. Многие фрязницы и гости нашего города уже побывали в музее голографии и оценили красоту и таинственность объемных изображений. Наверняка каждому хотелось узнать, каким образом создаются эти оптические клоны реальных объектов. Теперь это возможно. Самым главным новшеством, о котором рассказал Валерий Ванин, стал установленный в зале голографии интерактивный 3D-экран. С его помощью школьники, студенты и просто посетители музея, войдя в всемирную паутину, могут общаться в реальном времени с помощью компьютерной программы видеозаписи Skype, заходить на сайты о голографии и связываться с лабораториями, работающими над этим направлением. Что интересно, информацию на экране, надев специальные очки, можно видеть в трехмерном изображении. Кроме того, Валерий Александрович намеревается периодически проводить мастер-классы и тематические конференции в культурном центре и приглашать к участию в этих мероприятиях фрязинских физиков и лириков. Мы сотрудничаем с другими музеями. Исторический музей отдал коллекцию, которую мы с ним делали 30 лет, для того, чтобы презентовали ее на разных выставках. А политехнический музей, где на постоянной основе хранятся наши экспонаты, наши достижения. И вот сейчас они будут преобразовываться, они тоже какие-то крупицы нового могут почерпнуть у нас здесь. По мнению ученого Ванина, открытие голографии считается самым значимым событием после открытия квантовой теории и теории относительности. Главная ценность этой науки не в создании объемных изображений, а в том, что она меняет наш взгляд на окружающий мир, возвращает его природную целостность. В этом своем качестве голография проникает во все области нашей жизни, в том числе и в области человеческих отношений. Чтобы это осознать, надо как минимум окунуться в таинственную атмосферу музея голографии.